Хорошо, добрый вечер. Мой доклад будет связан с сильной полнотой модальных логик, но относительно конечных шкал. Так, совсем условно можно сказать, что это разговор о том, о самой сильной полноте относительно самого некомпактного класса шкал. Некоторые понятия, которые сейчас будут в докладе, уже фигурировали в докладе Валентина Борисовича, соответственно, я могу смело не очень долго на них останавливаться. Известно, что теорема о полноте для логики высказываний, для логики предикатов формулируется как в обычном смысле формула Вавадима, тогда и только тогда, когда она общезначима. Так и в сильном смысле формула Вавадима из гипотез, тогда и только тогда, когда она семантически следует из гипотез. При этом доказательства, собственно, например, для логики предикатов, сильной полноты ничуть не сложнее. Приходится проводить те же самые шаги. Мы берем непротиворечивую множество формул, погружаем его в максимально непротиворечивые, насыщенные относительно квантеров существования, и строим по нему модель, что для одной формулы, что для множества формул это делать, практически никакой разницы нет. В модальной логике, в области модальной логики, на самом деле, есть много модальных логик, и вот для них сильная и слабая полнота – это разные понятия, и кроме того, в модальной логике часто еще бывает различие по тому, смотрим ли мы локально и глобально, то есть еще раздвоение понятий. Вот об этом примерно пойдет речь. Я напомню, что мы говорим о модальных логиках, посмотрим, почему происходит раздвоение. Аксиоматика минимальной модальной логики состоит из аксиом-логики высказываний, аксиома-дистрибутивности и трех правил вывода – modus ponens, усиление или правила Гёделя и подстановка. На подстановку можно не обращать внимания, если мы все аксиомы заменим на схемы аксиом, но в итоге у нас остается два – правила modus ponens и усиление. Значит, логика модальной называется нормальной, такое множество формул, которые содержат k и замкнута по трем правилам вывода. Соответственно, мы будем про разные логики нормальные изучать, что они из себя представляют с точки зрения обычной полноты и сильной полноты, и относительно чего сильной полноты. В модальной логике, поскольку у нас есть правила modus ponens и усиление, можно сформулировать и, естественно, формулируются два разных понятия выводимости из гипотез. Пусть у нас цель нормальная логика – гамма множество формул, а А – формула. Локальная выводимость формулы А из множества формул гамма из гипотез гамма в логике L означает, что мы из теорем логики L формул из множества гамма выводим, строим выводы с помощью лишь правила modus ponens. Если формулу А так можно получить, то она считается выводимой локально. В глобальной выводимости дополнительно мы разрешаем правила усиления. Легко видеть, поскольку у нас все конечное, выводы конечны, то для этих понятий выводимости справедлива компактность. Если что-то выводится из гамма, то оно выводится из конечного подмножества гамма. Теорема дедукции для локальной выводимости имеет место в самом обычном смысле, как в логике высказываний или предикатов. Для глобальной здесь, конечно, появляются тонкости, нюансы. Например, возникает квантор, существует N. Причем на этот N нет ограничения эффективного. Этот N в общем случае не обязательно эффективно строится по формулам А и Б. Отсюда это источник неразрешимости глобального выводимости даже при разрешимой локальной выводимости. Хорошо, какие семантические аналоги имеются этих понятий выводимости? Семантику мы рассматриваем в данном случае, семантику крепки. Модель состоит из множества точек, двуместного отношения и оценки переменных. Стандартное определение в истинности формулы. Я не буду его зачитывать, многим оно хорошо и знакомо. Значит, главный аспект этого определения в том, что мы истинность формул модальных определяем в точке, локально. Для ROM существует Y, видимо, из X, для BOX, для всех Y. Соответственно, у нас фактически имеются два понятия истинности применительно к модели. В данной точке истинность формулы А и истинность формулы А в модели целиком. Отсюда, собственно, и проистекает два разных понятия полноты, следования, локальное исследование из множества формул гамма, формулы А и глобальное. Значит, чтобы их определить, введем понятие, значит, модель называется L-моделью, если на ее шкале общезначима логика L. Это стандартное понятие. Мы обычно логику модальную себе представляем, что она говорит что-то о шкалах, задает мне некоторый класс шкал. Поэтому модели над шкалами логики L. Соответственно, в локальном следовании наш квантер будет пробегать по всем моделям L, являющихся L-моделями, и по всем точкам. Формула А следует из гамма над логикой, если во всех вот этих структурах, если гамма истинна в данной точке X, модели M, то и A следует истинной в X, модели M. В глобальном мы будем пробегать по всем моделям. То есть, если модель M целиком истинна формула А, то и множество формул Гамма, то и истинна формула А. Хорошо. Известно, что из локального следует глобально, то есть локальное сильнее, обратное не всегда верно. Ну а при пустом множестве гипотез, конечно же, эти понятия совпадают, и на самом деле они означают, что формула А общезначима на всех L-шкалах. То есть, в терминах предыдущего доклада Валентина Борисовича формула А является семантическим следствием логики L. Соответственно, теперь мы будем наводить мостики между синтаксисом, то есть выводимостями разными, и исследованиями. Ну, стандартное определение полноты логики, что она выводит то и только то, что из нее следует семантически. Давайте теперь слева допишем конечные множества гипотез. Ну, конечные множества гипотез всегда можно свернуть в одну гипотезу, взять в конъюнкцию. У нас логика классическая, все это позволяет, поэтому мы говорим про гипотезы конечные множества, пишем слева одну формулу. Почему я написал локально полна, локально полна и там, и там? Потому что на самом деле эти два определения равносильны просто в силу теоремы дедукции, которая верна и здесь, и на самом деле здесь. Эту B можно перенести направо. Нам для дальнейшего обобщения будет удобно взять второе определение. Вот я его зафиксирую. Еще раз выразвел. Логика называется локально полной, если вот выводимость из формулы формулы, локальная выводимость, равносильно следованию локальному из формулы формулы. Давайте теперь заменим здесь локальное на глобальное, получим глобальную полноту. Это уже другое понятие. Из глобального на самом деле локальное следует, обратно нет. Существуют логики, которых обратно нет. Теперь перейдем к сильным. Мы же хотим изучать, когда логика просто полна и когда сильно полна. Чтобы получить определение сильных полноты, значит, везде здесь вместо одной формулы B пишем теперь бесконечное, быть может бесконечное, множество формул гамма. Ну и получается вот два понятия, просто мы заменили B на гамма. Сильно локальная полнота, сильно глобальная полнота. Я вот сразу перейду к следующему слайду, где все эти три, все эти четыре понятия перед глазами имеются. Ну, как-то многовато уже у нас понятий полноты. Полноты, но это ситуацию спасает то, что в модальной логике имеется замечательный факт, что два понятия сильной полноты в семантике крепки, везде нам нужно здесь добавлять, что это все полнота по крепке, они совпадают. То есть для любой нормальной модальной логики она сильно полна, сильно локально полна, сильно глобально полна, это одно и то же. И можно просто говорить сильная полнота. Ну и раз я сравнивал логику классическую, высказывание предикатов с модальной, что здесь сильная и обычная полнота это разные, сразу приведу пример, что существуют логики сильно полные, но полные, но не сильно полные. Типичный пример – это неканоническая логика Гёделя-Лёба. К плюс вот эта аксиома Лёба. Логика доказуемости Гёделя-Лёба еще ее называют. Таким образом, у нас два понятия склеились, и в итоге у нас получилось три понятия полноты. Сильная, глобальная и просто локальная полнота, где слово «локальная» часто опускают, говорят, просто полная покрепки логика. Свяжем мы их с еще некоторыми понятиями. Сильная полнота следует из каноничности. Каноничность называется логика, которая общезначима на своей канонической шкале. Каноничность следует из элементарности. Логика называется элементарной, если она является логикой некоторого класса шкал, который является элементарным. То есть задается одной формулой или бесконечно множеством формул первого порядка в сигнатории шкал с равенством. Наконец, самый низ нашей диаграммы – табличные логики. Это, можно сказать, самые простые модальные логики, какие только можно рассмотреть. Это логика табличной, если она является логикой некоторой конечной шкалы. Итак, у нас тут имеется такая вот иерархия понятий. Классов логик. Здесь мы рассматривали полноту вообще. Но часто в модальной логике, как, собственно, и в других разделах неклассической логики, рассматривают полноту относительно более узкого класса шкал. Например, логика К полна не только относительно всех своих шкал, но и всех деревьев или всех конечных шкал. Соответственно, имеет смысл рассматривать, сужать до класса шкал. Соответственно, если всюду в предыдущих определениях мы L модель M фразу заменим на модель со шкалой из такого-то класса шкал, то мы будем получать понятие полноты, их там много разных, относительно такого-то класса шкал. Конечно, наиболее интересен класс конечных шкал данной логики. И полноту относительно конечного класса шкал. Для этого есть еще специальный термин – финитная аппроксимировимость, происходящий из алгебры. Соответственно, у нас получается несколько понятий. Их можно назвать локальной финитной аппроксимированием, глобальной финитной аппроксимированием, сильной финитной аппроксимированием. Английский термин – finite model property, свойство конечных моделей. Соответственно, local finite model property, global finite model property и так далее. Почему сильный, я тут только один раз упомянул. Потому что, как и в общем случае, для конечных шкал, сильные локальные и сильные глобальные – это одно и то же. Для любого класса шкал конечных, замкнут, относительно порожденных под шкал. Но если мы рассматриваем все конечные шкалы данной логики, то, конечно, он замкнут, относительно порожденных под шкал. Таким образом, у нас эти понятия продублировались, получилось 6. Для чего нужна полнота относительно конечных шкал и глобальная относительно конечных шкал? Уже упоминалось в предыдущем докладе Валентина Борисовича. Если у нас логика конечноксиматизируема и полна, либо локально, либо глобально, относительно конечных шкал, то соответствующая локальная или глобальная выводимость будет разрешима. В этих случаях говорят, что логика является разрешимой локально или разрешимой глобально. Первое понятие, понятное дело, равносильно тому, что множество теорем логики разрешимо. Собственно, это то понятие, о котором обычно говорят в модальной логике. А глобальная разрешимость модальной логики в модальной логике реже обсуждается, но оно важно в другой, в применении модальной логики к так называемым дискрипционным логикам, к логикам описания понятий. Там он играет более важную роль и изучается. Итак, если соедините наши теоремы, у нас есть такая башня понятий справа, а относительно конечных шкал у нас имеются три понятия. И про первые два мы уже понимаем, зачем они обычно рассматриваются в логике модальной. Вопрос, какие логики сильно полны относительно класса конечных шкал. Выяснилось следующее, что это понятие на самом деле находится не на этом этаже, и даже не на этом, и не на этом, а оно равносильно табличности. Значит, теорема, быть может, этот результат известен, чуть позже я скажу. Но как-то я его нигде не встречал. Значит, для всякой нормальной модельной логики она полна относительно конечных шкал, тогда и только тогда, когда она таблична. То есть является логикой конечной шкалы какой-то одной. Значит, вот я еще раз воспроизвел этот результат. Для сравнения, результат, который я встречал вот в этой книге, Одинцов-Спиранский-Дребешевич, «Введение в неклассические логики» 2014 года. Но там он приведен просто как формулировка без доказательства про суперинитуционистские логики. Абсолютно аналогичный результат, но для суперинитуционистских логик, немодальных, полна относительно… Ну, написано какого-либо класса конечных шкал. Легко видеть, что если относительно какого-либо, то значит, это просто относительно класса всех своих конечных шкал. Это равносильные понятия. Слово «какого-либо» на самом деле здесь как бы лишнее. Ну, глядя просто на этот результат, к сожалению, я не нашел ни статьи, посмотрел статьи 1980 года, нигде не нашел в явном виде этой формулировки. Возможно, она там где-то скрыта, потому что там речь идет в терминах матриц, структурно полных логик и так далее. Может быть, где-то действительно она скрыта, но наверняка скрыта, да. Но как бы вот в явном виде, в том числе с доказательством, я, к сожалению, не нашел. Ну, и глядя просто на сам этот результат про суперинтуиционистские логики, можно было бы ожидать, что вот этот результат для модальных будет для расширения С4. Это напарник интуиционистской логики, модальный напарник. То есть для классов рефлексивных, транзитивных шкал. Однако же удалось его доказать для классов всех, то есть для произвольных модальных логик, работающих с произвольными классами шкал. И последняя связь между вот этим результатом и таким понятием, как модальная компактность классов шкал. Значит, слово «компактный класс структур» можно формулировать и в логике первого порядка, и вообще в других логиках, которые мы изучаем. Фактически оно означает, что для данного класса структур верна теорема компактности. Если бесконечное множество формул выполнимо в данном классе, тогда и только тогда, когда каждое конечное подмозже выполнимо. Здесь мы это будем применять для классов шкал и для модальных формул. Поэтому класс шкал будем называть модально компактным, если для любого множества модальных формул. Если каждое его конечное подмозже выполнимо в классе шкал, то и все множество формул выполнимо в этом классе шкал. В классической логике предикатов, если класс шкал элементарен, то есть задается одной формулой или бесконечное множество формул первого порядка, то он компактен для формул этого же языка первого порядка. В модальной логике это не так, но известно, например, что всякий элементарный класс шкал модально компактен. То есть, казалось бы, класс шкал задан совсем в другом языке, в элементарном, а компактен он с точки зрения модального языка. Тем не менее, это факт. Соответственно, класс рефлексивных, транзитивных и рефлексивных шкал частичных порядков в универсальном отношении модально компактными. Как сказал, в модальной логике не всегда класс шкал, заданный своей же модальной формулой, будет модально компактен. Типичный пример это класс шкал, заданный аксиомой логики Геэль, аксиомой Лёба. Классы конечных, таких естественных шкал, всех ли рефлексивных, транзитивных и так далее, тоже не модально компактен. И, собственно, изучение, какие же классы шкал компактны, привело к той теореме, которая на предыдущем слайде была. И класс конечных Геэль-шкал тоже не модально компактен. И класс всех не модально компактен, и конечных тоже. Вопрос тогда, у каких же логик класс их шкал модально компактен? Ну, надо сказать, что вот это новое понятие модально компактных шкал тесно связано с понятием компактности вот этого следования над классом шкал. Компактность следования означает, что если следует из бесконечного множества формул, то и из некоторого конечного тоже. Компактные классы — это ровно те, на которых и локальные исследования, и глобальные исследования компактны. А мостик между сильной полнотой логик и компактностью класса ее шкал — это вот эта теорема, она известна в модальной логике. Логика сильно полна относительно данного класса шкал F, тогда, когда она просто полна, и класс шкал модально компактен. Соединяя вместе все вот эти результаты, мы получаем, ну, я написал просто следствие той теоремы и вот этих известных результатов, что у каких же логик классы их шкал модально компактны? Оказывается, у табличных и только у них. Ну, в заключение. Куда здесь дальше можно двигаться? Можно посмотреть, что происходит в логиках с конечным числом переменных. Для примера, какой забавный довольно-таки факт. Рассмотрим ту же самую логику Гёда-Лилёба. Ее класс шкал — это совсем не элементарный класс шкал. Это шкалы транзитивные, без бесконечно возрастающих цепей. Это в слое второго порядка. Поэтому компактности никакой ожидать не приходится. Тем не менее, мы знаем, что компактности нет, и для того, чтобы показать эту некомпактность, достаточно рассматривать модальные формулы уже от одной переменной, уже они показывают некомпактность. Существует множество формул от одной переменной, такое, что оно бесконечное невыполнимое, тем не менее, если мы перейдем к замкнутым модальным формулам, то компактность восстанавливается. То есть формул без переменных, пропорциональных, без PQ и так далее. Терминология здесь такая, что класс шкал, GL шкал, один компактен, но два не компактен. Здесь на единичку больше в понятиях. Соответственно, интересно будет выяснить для других модальных логик и для конечных класса шкал, для той же логики GL и для других логик, какова ситуация с компактностью, где происходит переход от компактности к некомпактности, на каком количестве формул. Для тех результатов, которые были представлены ранее на слайдах, потребовалось множество формул, в которых участвует бесконечное множество переменных. Поэтому конечное множество переменных просто не изучено. Ну и, соответственно, естественный вопрос, а какова ситуация с супертониционистскими логиками, в смысле вот конечного множества переменных? Какова ситуация с модальными интуиционистскими логиками? Какова ситуация с модальными интуиционистскими предикатными логиками? Ну, здесь вот много разных вариаций. Возможно, какие-то результаты из этих известен, но мне, к сожалению, даже про модальные логики в явном виде результаты нигде не встретилось в классических таких монографиях, хендбуках и так далее. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие есть вопросы? У меня есть такой странный, совершенно наивный вопрос по поводу этих разных видов вводимости. Это как-то немножко напоминает, что можно разрешать использовать правила обобщения в предикатной логике или не разрешать. Это случайно как-то неправильная аналогия или какая-то связь в этом есть? Ну, связь, конечно, есть, но в логике предикатов у нас есть способ, если у нас есть формула, в которой есть свободные переменные, и мы можем к ней применять правила GEN, то у нас есть способ просто замкнуть формулы и рассматривать сильную полноту, обычную полноту для замкнутых формул. И все, соответственно, наличие и отсутствие правила GEN не влияет. У нас теорема дедукции верна по-прежнему. А здесь модальная формула, она по сути локально, она говорит про точку, фактически она A от X, где есть свободные переменные, и никак эту переменную изжить нельзя. Поэтому мы вынуждены рассматривать еще второй вариант. И, собственно, все в модальной логике часто раздваивается на локальные и глобальные. Определимость классов шкал, определимость классов моделей, связь модальной и логики первого порядка. Всюду локальные и глобальные всегда вылезают. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Нет, да? Кто-нибудь может что-нибудь сказать на эту тему? Ну, тоже тогда нужно поблагодарить докладчика. Спасибо, кажется, я в этот раз не забываю это сделать. На этом наша повестка исчерпана.